Ближе к звездам минувшим вечером в экологическом парке для горожан открылся космос. На территории установили телескоп, самую большую в городе. Акцию приурочили к празднику – Дню космонавтики, который страна отметит уже завтра. В окуляр заглянула и Мария Клименко. Сириус, Марс, звездные плеяды и, конечно, Луна во всей ее красе. Этот вечер запомнится как взрослым, так и юным посетителям экопарка. Ведь далекий космос стал немного ближе. На территории зоны отдыха временно установили мощный телескоп. Заглянули в него Тимур и его мама. Диля Кунафина рассказывает, в школе были уроки астрономии. Но лучше один раз увидеть, чем сто услышать. Очень интересно, я подпечатление, честно. Даже не ожидала, что так, как будто рядышком. Она прям такая пупырчатая, там темнота повсюду, и у Луна такой кружок большой, и там пупырки. Среди гостей – воспитанники магнитогорского кружка космического моделирования «Сириус». Он работает в городе с сентября. Взгляд в космос юные астрономы устремляют уже не впервые. Однако так близко Луну еще не видели. Он намного ближе, намного ярче, намного качественнее. Очень красиво. Вот как я и говорила. Он все еще похож на сыр. Кратеры, моря, все прекрасно видно. Незабываемое ощущение, конечно. Хотелось бы себе такой. Телескоп системы Ньютона на сегодняшний день самый большой в городе. По своим характеристикам он выходит на уровень профессиональных. За счет диаметра главного зеркала в 200 миллиметров. Прибор позволяет разглядеть объекты глубокого космоса. В хорошем качестве. Благодаря этому телескопу мы можем наблюдать не только планеты, Луну, какие-то яркие там объекты. Но мы можем наблюдать и довольно тусклые объекты. Такие, как, например, рукава в галактике Андромеды. Можем наблюдать. Можем наблюдать тусклые шаровые звездные скопления. Они очень интересны. Можем наблюдать во всей красе, по сути дела, туманность Ориона. Кроме того, прибор имеет встроенную карту звездного неба и оснащен системой автоматического поиска небесных тел, рассказывает владелец телескопа, общественник Дмитрий Казаков. Аппаратуру он приобрел на грантовые деньги для реализации своего астрономического проекта. Когда ребенок увидит Сатурн во всей красе, когда он увидит шапки на Марсе снежные, когда он увидит туманность яркую, вот эту там, конечно, это не Хаббл, но мы к этому растем. Но, я думаю, вот это вот позволит зажечь ту искорку в душе, чтобы человек влюбился в космос. Дмитрий рассказывает, мечтает организовать в городе обсерваторию, а пока показывает звезды ребятам в школах и детских лагерях. Впрочем, посмотреть в небо смогут все желающие. В эту пятницу, 12 апреля, страна отметит День космонавтики. В честь этого события в экологическом парке вновь устроят звездный перформанс. Мы будем рады видеть всех жителей города 12 числа в День космонавтики с 9 вечера на площадке экологического парка. Это парковка рядом с административным зданием. Здесь будет установлено астрономическое оборудование, ну и все желающие смогут взглянуть хотя бы одним глазком на небо. Чтобы горожане могли насладиться красотой неба, здесь даже погасят все освещение. Главное, чтобы не подвела погода. Мария Клименко, Егор Суханов, информационная служба Медиагруппы Знак.